Всем привет! Меня зовут Евгения, я преподаватель в онлайн-школе Пиксель. В этом видео мы узнаем, что такое антивирусное ПО и для чего оно нужно. А также узнаем, как могут навредить вашему компьютеру вредоносные программы. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Для начала давайте разберемся, что такое компьютерные вирусы и как они могут повлиять на ваш компьютер. Компьютерные вирусы – это особые программы. Они созданы самым мышленником, чтобы заразить компьютер и вызвать различные проблемы. Вирусы получили свое название из аналогии с настоящими вирусами, которые заражают людей и распространяются из одного организма в другой. Вирусы могут заразить компьютеры разными способами. Скачивание подозрительных файлов. Когда вы скачиваете файлы с ненадежных источников, особенно из неизвестных или подозрительных сайтов, существует риск заражения вирусами. Также, если вы переходите по подозрительным ссылкам, вирусы могут скрываться в ненадежных или странных источниках. И если вы случайно кликните по ним, то вирус сразу же может попасть на ваш компьютер. Также, вредоносные вложения могут находиться в письмах. Иногда вирусы могут приходить по электронной почте. И когда вы открываете такое вложение, компьютер сразу же будет заражен. Конечно же, использование флешек. Когда вы их подключаете, вирус точно так же может передаться на ваш компьютер. Но как же создаются вирусы? Злоумышленники, которые их пишут, используют различные методы и техники. Они пишут специальный, вредоносный код, который может проникнуть в компьютер и скрыться там. Этот код может быть написан таким образом, чтобы вирус сам распространялся на другие компьютеры и даже модифицировал свой код, чтобы избежать обнаружения антивирусами. Но зачем же злоумышленникам создавать вирусы? Они это делают по разным причинам. Во-первых, чтобы навредить компьютеру пользователя. Некоторые создают вирусы с целью кражи личной информации. Это пароли, логины, данные банковских карт, личные фотографии. Есть еще и те, кто создает вирусы для вымогательства денег. Они блокируют компьютер и требуют выкуп, чтобы вернуть контроль пользователю над его данными. Как защититься от компьютерных вирусов? Когда мы знаем, насколько опасны компьютерные вирусы, важно знать, как защитить свой компьютер. Во-первых, необходимо установить антивирусное программное обеспечение. Хороший антивирус будет сканировать файлы, проверять вредоносный код. Необходимо обновлять программы и операционную систему, потому что обновление содержит очень важную информацию. Она исправляет все те унизвимости, которые были ранее и которые могли использоваться вирусами для заражения компьютером. Конечно, нужно быть внимательным в интернете. Нужно избегать сомнительных сайтов и подозрительных ссылок. Не открывать вложения в письмах от незнакомых отправителей. Подключать только доверенное устройство. Флешки, какие-то неизвестные новые компоненты могут быть заражены вирусами. Но и регулярно делать резервные копии данных. Важные данные стоит сохранять на внешних носителях, либо в облаке, чтобы в случае заражения вирусом вы могли их восстановить. Помните, что защита от компьютерных вирусов – это важная часть безопасного использования компьютера и интернета. Будьте бдительны. Но компьютерные вирусы могут иметь различные формы и способы поведения. Давайте рассмотрим некоторые наиболее распространенные виды компьютерных вирусов. Существует такой вирус, который называется троянский конь. Этот вирус получил свое название из древнегреческой мифологии, когда войско спряталось внутри огромного деревянного коня и проникло внутрь города Трое. Точно так же компьютерные троянские кони представляют собой программы, которые выглядят безопасными или полезными, но на самом деле они скрывают злонамеренный код. Троянский конь может воровать личную информацию, устанавливать дополнительные вирусы, либо даже передавать злоумышленникам удаленный контроль над вашим компьютером. Существуют и вирусы-макросы. Они скрываются внутри документов и активируются только когда пользователь открывает файл. Они могут испортить документ, либо использовать макросы для распространения себя на другие файлы. Есть такие вирусы, которые называются червями. Они распространяются через электронную почту, общие папки, чаты, либо даже социальные сети. Это такие самораспространяющиеся программы. И передают они себя на другие компьютеры. Ну и, конечно же, самыми опасными считаются вымогатели. Они блокируют доступ к файлам, либо ко всему компьютеру и требуют от пользователя выкуп, чтобы получить доступ обратно. Важно избегать открывания подозрительных ссылок и файлов, чтобы не стать жертвой этого вируса. Как можно защитить свой компьютер? Кроме перечисленных ранее мною шагов, существует достаточно большое количество программ антивирусов, которые предназначены для защиты ваших устройств. Ну и, конечно, давайте рассмотрим наиболее популярные, чтобы знать. Например, программа Avast. У нее есть широкий спектр защиты, включая антивирус, антиспам и защиту от шпионских программ и других функций. Есть Касперский. Он специализируется на антивирусных программных решениях и также предлагает продукты для защиты от киберугроз и других онлайн-опасностей. ByteDefender признан одним из лучших антивирусов и предлагает высокую степень защиты и производительности. Есть и другие популярные программы. Каждая из них направлена на определенную цель. Кто-то сканирует компьютер, кто-то проверяет все файлы, но основная их защита – это защищать вас, вас и ваш компьютер. Важно помнить, что безопасность – это постоянный процесс, и выбор антивирусной программы должен соответствовать вашим потребностям, типу операционной системы, бюджету и личным предпочтениям. Некоторые антивирусные программы являются платными, потому что предоставляют большой, широкий спектр услуг, который будет покрывать все ваши нужды. И независимо от выбранной программы антивируса, важно ее регулярно обновлять, исследовать безопасным практикам в интернете, чтобы обеспечить наилучшую защиту вашего компьютера и данных. И если хотите знать больше о компьютерной грамотности, записывайтесь к нам на курс, и мы вас всему научим. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, а также подписывайтесь на наш Дзен. На этом все. Встретимся в следующих видео.